Как сделать, чтобы цветы не увидали? Ответ знают художники. Нужно нарисовать их. В галерее АЯ открылась выставка на зло холодному июню. 60 работ ярких, сочных, благоухающих. Моя коллега Юлия Комкина побывала в гостях у Олега Радина и отлично вписалась в экспозицию. Цветы, как и женщины, издавна вдохновляли художников. Достаточно вспомнить Клода Мане и его благоухающие картины. Ничего удивительного. Взгляните на эти пионы. Они прелестны. А запах? Хочется взять кисть и написать шедевр. Не меньше. Но рисовать я не умею, поэтому ограничимся платьем с цветочным принтом. И лепестки не только приятно, но и полезно. В арт-лечении, наверное, цветочная тема самая полезная для глаз. Почему? Потому что здесь, во-первых, богатство цвета, интересные формы. Вы посмотрите, какое количество разнообразных цветов не только здесь, а вообще в природе существует. Черноглазые маки зажигают в сердце страсть. Словно в мягкой дымке томится пряный аромат. Это букетик от Сергея Косилова. Или вот такая радинская абстракция. Видите бутоны? К картине Веры Прониной, главного курского флориста от живописи, в этом году исполняется полвека. Игорь Шкреба, технарь по образованию, взял в руки кисть, когда ему стукнуло 50. На фоне всего вот этого технического сухого мертвого появилась потребность все-таки, наверное, в чем-то красивом. Не нужна необходимость в цвете. То есть душа. Но человек все-таки не может жить односторонне. И, конечно, в его руках распустились цветы. Тюльпаны написаны в трудоемкой технике темпера. Краска быстро сохнет. У художника нет права на ошибку. Разморенные, будто слегка приунывшие подсолнухи – тоже работа Игоря. Не замедлительно отправляйтесь за положительной цветочной энергетикой к ближайшей клумбе или в галерею АЯ. Действуют как витамины для глаз. Проверено лично.